Утро на первом, мы на месте. Тремя на заработал, включили льду тускового поезда. Изопринято, уезжаем. Сотрудники дорожно-патрульной полиции Шимкента по горячим следам раскрыли факт грабежа. В 11 часов вечера на пульт 102 поступил с улицы Джангильди на звонок от одной из жительниц города, сообщивший о том, что неизвестный молодой человек вырвал у нее из рук сотовый телефон и скрылся. Я возвращалась с магазина и, чтобы подсветить, включила фонарик на сотовом телефоне. В это время сзади ко мне подбежал парень, вырвал телефон и хотел убежать. Я погналась за ним, но его не догнала. Я проследила, куда он убежал и позвонила на 102. На поиски пострадавшего было направлено три экипажа дорожно-патрульной полиции. И уже через 10 минут одна из бригад задержала подозреваемого, у которого был изъят краденый телефон. В содеянном он полностью признался. У нее был только телефон в руках, я его и забрал, больше ничего не трогал. На кражу я пошел первый раз, а сам учусь всеми по-латински. Сама же потерпевшая даже не ожидала, что полицейские сработают так оперативно. Это было рядом с домом. Я зашла и тут же позвонила в полицию. Не прошло и пяти минут, как приехали полицейские. Большое спасибо, что помогли мне вернуть телефон. Задержанного полицейские доставили в лифарабийский отдел полиции. Теперь следователи закрепляют материалы дела для передачи в суд. Сотрудники полиции обнаружили автомашину, несколько дней числившуюся в угоне. Неделю назад в Сарагашске РОВД поступило заявление об угоне автомашины Нексия от одного из жителей района. Ориентировка на автомобиль была разослана во все полицейские управления области. Обнаружили Нексию патрульные полицейские Шимкента во время дежурства в одном из дворов микрорайона Нурсад. Автомашину полицейские доставили на штрафстоянку и сейчас ищут тех, кто причастен к угоне. Очередной факт неподчинения законным указанием полицейских был зарегистрирован на проспекте Кабанбай-Батыра. По словам полицейских, они попытались привлечь к ответственности водителя «Опеля», припарковавшего автомобиль в зоне действия запрещающего знака. В ходе патрулирования на верной территории на проспекте Кабанбай-Батыра, возле сейфа ломбарда, мы обнаружили под знаком стоянка запрещена автомашину «Опель» с госномером КЗ-441-13 регион. Я попросил у водителя предъявить документы, но он отказался их показывать и ушел. Сам водитель рассказал, что проигнорировать требования полицейских у него была веская причина. В это время в кафе сидел его пятилетний сын и мужчина хотел его забрать, а потому не отреагировал на указания полицейских. Когда полицейские подошли к машине, я попросил их меня пока не трогать, потому что в кафе обедает мой малолетний сын. А когда он поест, я выйду и уберу машину в другое место. Но они меня слушать не стали, а начали переставлять мою машину. Я им еще раз сказал, не трогайте, и хотел уйти к сыну, но они меня не отпускали, скрутили, вырвали, даже клок волос с бороды, обругали меня. Я документы не давал, потому что полицейские оставались сзади. Если бы они стояли впереди, документы я бы сразу дал. Балалалалей за этот вопрос, исходите, можете поставить ответ на пакетский музыкант, который крышки, ответ да? На этом вопросе я бы говорю, что он приобрел. Я бы сказал, что он так, что он был совсем другим. Если бы они могли смотреть, ты будешь собрать. Водитель Опеля пообещал, что обжалует действия полицейских. А пока же, до окончания разбирательства, автомобиль задержанного водителя полицейские заключили на штрафную стоянку. Мы заприняты. Выезжаем.